друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать сегодняшний ролик уралочки уралочка друзья мои во всей красе стоит там вся такая деловая пальто нет не в новом пальто а в своем синим ну и по такому случаю ей все расписывают комплименты олечка какая-то у нас красотка и так далее себе вот это синее пальто идет очень и очень я согласна что это синее пальто идет конечно же лучшее нежели то новое которое на себе прикупила теперь я смотрю его и носить вовсе ей даже не хочется уралочка нам с места в карьер тут же говорит сегодня у нас 1 апреля суббота правочка мы тебя поздравляем а у нас сегодня четвертое число ты представляешь да ты все живешь как говорится прошлыми днями ну вообще ребят если честно меня конечно же удивляет вот эти вот блогеры вот эта пара семейная да пара как говорится товарищей которые черти как выкладывают свои ролики вы знаете там без бутылки действительно не разберешься если не привык к тому что они в хаотичном порядке выкладывают всегда свои ролики уралочка ну вот скажи пожалуйста как можно было вчера бегом бегом дабы всех удивить сразить на повал букетом цветов от любимого мужа да как можно было вчера выкладывать ролик про свой день рождения который у тебя 3 числа а сегодня выкладывать ролик про 1 апреля ну как ребят скажите неужели до блогеров которые кричали о том что не делают годный отличный контент не доходит что вообще вот ну надо выкладывать а по моменту очередности это раз во вторых у них у не хватает времени на то чтобы один несчастный ролик в день снимать и выкладывать вовремя все время все с великим запозданием но если честно вы знаете я была уверена что в этом ролике нам уралочка продемонстрирует то что ей подарили там да какие-то подарки друзья знакомые там племянница кто к ней приходил на день рождения что подарил любимый муж но любимый муж вроде как что-то подарил но опять же этим будут пользоваться совместно да мы этот момент сейчас с вами обсудим точно так же ребят меня удивил момент когда она сказала вчера о том что вот любимый муж ей подарил цветы и подарил ей торт многие мои зрители писали о том что да торт это не подарок и я согласна я об этом сказала в обзоре что торт это символ дня рождения это атрибут дня рождения да так скажем всегда он имеется на столе неважно там едите вы сладкое не едите не выдох ваши дети поедят не дети так внуки да кто-нибудь все равно будет есть торт его просто выносят да задувают свечи если хочется как говорится здесь все понятно кто-то написал а почему торт не подарок ведь можно заказать красивый торт и вот туда-сюда но как правило да то есть считать подарком можно по большому счету все что угодно но как правило торт заказывают непосредственно сами именинники до именинники родители именинников те которые накрывают стол да то есть с именинников стол как всегда а с гостей получается подарки поэтому как бы этим озаботиться должен сам именинник А здесь получается какая-то ерунда. Сарафан сам будет есть этот торт, и он подарил его в качестве подарка Уралке. Ну, согласитесь, как-то смешно. То есть, по идее, это положняк. Ну, да ладно, друзья мои, Уралочка с самого начала с места в карьерном опять рассказывает о том, как ей прислали в подарок мельницу. Да, друзья мои, они по такому случаю приехали на дачу, ну, и тут же она стала рекламировать этого блогера, да, и, ну, мы-то с вами знаем прекрасно, ой, такой он хороший, и такой замечательный, и туда, и сюда, но мы с вами знаем прекрасно, что Уралочка всегда хвалит всех тех, кто ее нахваливает, кто ее защищает, ну, или тех, кто дарит ей подарки, дабы она им сделала рекламу. Здесь все понятно. Далее, друзья мои, непереводимая игра слов. Я бы назвала это так. Вот сейчас слушайте внимательно, да. Она говорит, ой, мы хотели поехать на дачу, но погода плохая. Завтра, говорит, поедем и поработаем. А теперь вопрос на засыпку. А можно сказать вообще по-русски? Так, чтобы было понятно. Мы хотели поехать на дачу, но поедем завтра, поработаем. Сегодня погода плохая. Вы уже на даче. Можно, Уралочка, попросить тебя говорить так, чтобы мы не гадали вот эти вот ребусы непонятные, да, не разгадывали вот эти вот непонятные шарады, а можно говорить так, чтобы было понятно. Потому что я смотрю, Уралочка разговаривает так же, как Светка Колесникова. Она тоже из этой же оперы, вот этих вот, знаете, тупоголовых, которые я сейчас вам скажу, а можно трактовать так, а можно трактовать вот это, да. И потом, когда ты говоришь, мы хотели поехать на дачу, поработать, но решили поехать завтра. Вы уже на даче. Можно было сказать, мы сегодня приехали просто сделать замеры, некоторые необходимые дела, а завтра мы тоже поедем на дачу, да, и поработаем, если будет теплее. Согласитесь, две большие разницы. Стоит, мелет, черти что, вчера одну такую заблокировала, которая прибежала тявкать на мой канал, защитница очередная Уралки, и писать, что вот, она другое имела в виду. Да мне плевать с высокой колокольни, что она имела в виду. Пусть говорит так, чтобы ее было четко, ясно и понятно. А не так, что сидите, гадайте, ломайте голову, что я хочу вам сказать. Раз ты блогер, значит, учись уже в конце концов говорить. Да так, чтобы тебя твои зрители понимали с первого раза. Они сидели, гадали. А мне кажется так, а мне кажется эдак. Далее, друзья мои, да, вот она сказала, что у нас сегодня 1 апреля. Поздравляем, да, в общем, наши работяги, как всегда. Уралочка стала рассказывать о том, друзья мои, что вот они решили, говорит, вы знаете, вот все, пришло время. В прошлом году, говорит, у нас был напряг с деньгами, а вот сейчас мы решили заняться баней и прикупить себе блокхаус. Блэкхаус. Правда, Уралочка первые 20 минут, друзья мои, постоянно блокхаус называла Блэкхаус. Потом то ли прочитала, то ли ей кто-то сказал, то ли кто-то ей подсказал, да. Но для тех, кто не в курсе, это строганная доска, да, типа вагонки, наподобие вагонки, которая предназначена для внутренней, для внешней отделки помещений. Ну так, я просто говорю, к слову, мало ли, может быть, кто-то не понимает, что такое блокхаус. Короче, Уралочка первые 20 минут почти называла его постоянно Блэкхаус. Да, да, все, сознанием дело. В общем, решили они заняться своей баней, баней, друзья мои. Она говорит, вот надо все обсчитать, сколько нам всего надо, это тоже уйдет на это много денег. Вот, говорит, в прошлом году с деньгами у нас было туго, а в этом году Уралочка, ну, Уралочка ничего не сказала про этот год, а у меня сразу напрашивается вопрос, а в этом году, получается, с деньгами проблем нет? Друзья мои, обратите внимание, да, то есть вот получается эта ситуация, да, у блогеров ситуация абсолютно другая. Наоборот, как раз-таки вот этот год, он очень сложный, и конец прошлого года, потому что когда с марта месяца уже год прошел, да, сняли монетизацию с российского зрителя, блогеры стали зарабатывать значительно меньше. А вот у Уралочки, наоборот, дела идут в гору, да, в прошлом году было все плохо, а в этом году уже все хорошо. Ну что ж, посмотрим, друзья мои, да, интересный момент. Пока, значит, Сарафан снимал там как раз-таки вот эти вот размеры, да, там все они там с обдугани бегали вокруг, значит, бани, вокруг дома, вокруг всего, Уралочка ему кричит, ты на елку встал! Ребят, я засмеялась, мне так смешно стало. А он ей говорит, разве? Я просто валяюсь. В общем, да, пока, значит, одно лечили, калечили другое. Далее Уралочка нам демонстрирует, ребята, я все жду подарки, подарки, думаю, сейчас Уралочка нас будет удивлять всех, сражать на повал непременно для того, чтобы мы все обзавидовались. Думаю, когда? Когда нам уже продемонстрируют подарки от любимых друзей, от любимого мужа, от членов семьи и так далее. Приехали в Екатеринбург, значит, заехали посмотреть себе резину, туда-сюда, ну и ветер завывает, Уралочка ходит, у нее вот эта вот прическа вся на голове в разные стороны, но это ладно, это я просто к слову сказала. Потом Уралочка говорит, вот, колесики, колесики наши грузят, колесики. Уралочка резину грузит, резину. Еще скажи, бублики, ребят, помните, когда мы ей ватрушка, она бублики. Вот еще скажи, бублики грузят, бублики, Уралочка, у тебя же везде одни сплошные бублики. Да, и опять пошли, значит, по магазинам, пошли туда-сюда, смотрят кухни, все там что-то рассматривают, рассматривают, уже ходят, рассматривают уже три месяца подряд. Я, знаете, что думаю? Может быть, может быть, и присматривают что-то, а может быть, друзья мои, просто ради контента интригуют и ходят постоянно. Ой-ой, а вот такая есть кухня, а вот такая есть кухня, да? Ну, как бы так кухню-то не выбирают. Либо уже есть эта кухня, либо, либо еще они на нее не разродились. Может быть, понимаете? Опять же, квартира, однушка не продана, соответственно, ну, никакой квартиры у них пока еще и быть даже, в принципе, не может. Далее. Далее опять, опять она, значит, в этом, да, ходит, ходит, опять этот black house, black house вместо block house, да? Потом, правда, уже начала говорить правильно, да? И тут же, друзья мои, Уралочка нам рассказывает. Рассказывает, оказывается, в чем же заключается ее подарок. Она говорит, ну, захотела я себе, типа, вот обновленную баньку, вот такую вот, да, чтобы вот отделку вот эту сделать, чтобы все сделать нормально и так далее. Да, говорит, заказали мы, конечно же, вот этого материала на большую, на хорошую сумму. Ну, и говорит, вот такой мой подарок мне на день рождения. Ну, я не знаю, ребят, опять же, да, опять же, всем этим будут пользоваться все. То есть, у Ралочки в очередной раз шиш с маслом, дулю с маком, я бы сказала, точно так же, как и на 8 марта, да, вот этот вот затрапезный букет, который вообще был бесплатный от теплицы, ей достался, да, сарафану даже ни копейки не пришлось тратиться. И там показали три каких-то непонятных наряда, которые она еще, кстати, даже не, насколько я понимаю, не одевала ни разу. И вот сейчас та же самая история. Букетиком помахала, торт мы не типа купили, да, на этом все. И вот, значит, материал как раз-таки в день рождения. Ну, вы знаете, если бы это была какая-то стройка века, которую срочно надо построить, дом, да, для того, чтобы семью туда переехать и там жить, я бы еще поняла, что, да, действительно все силы брошены на то, чтобы, значит, все, да, вот не тратить лишние копейки, там, каждую копейку в дом. Но, опять же, мы же с вами прекрасно понимаем, что это всего-навсего дача, это всего-навсего баня, да. Ну, жили они с такой баней, ну, еще бы, чуть-чуть бы подольше бы дотянули, ничего бы страшного в этом не было. Но, опять же, это мое мнение, ребят, и это мое мнение, на которое я имею полное право, да. То есть не подарить Уралке подарок, а подарить ей, по сути, вот эти доски, да, отделочные, ребят, для внутренней и внешней отделки в качестве подарка, это, конечно, очень круто. Это ее муженек очень просто постарался, это просто замечательно, ребят, но это нечто. Причем, когда она рассказывала про то, что вот, на большую, на такую приличную сумму, ну, сейчас все стоит очень дорого, все, что касается строительства, все стоит очень дорого. И это все мы прекрасно понимаем, да, плюс еще за работу берут тоже дорого. Хорошие мастера, да, еще главное на хорошего мастера попасть, здесь все понятно. Дело не в этом. И Сарафан ей еще, знаете, она идет по магазину, а он ей, а он ей говорит, и цветы, и цветы еще. То есть он ей напоминает, что не только доски, но еще и цветы я тебе подарил. Сарафан, я тебе скажу, что цветы – это положняк, это тоже не подарок, так же, как и торт. Вот сейчас можете, да, говорить что угодно, но я уверена, что основная часть моих зрителей со мной согласятся, что цветы – это такой же атрибут праздника, да, дня рождения, женского дня международного, да чего угодно. Да и вообще цветы многие мужья нам дарят, да, многие мужчины дарят женщинам вообще без повода. Просто вот пришел и решил сделать тебе сюрприз, да, принес тебе вкусняшек готовых, всего такого, чтобы там не готовить, ничего не делала, букет цветов, да, и так далее. Ребят, ну согласитесь, это не подарок, это действительно не подарок. Когда тебе ребенок дарит букет цветов, это да, да, ну ребенок несовершеннолетний, да, что вот он там свои денежки подкопил, он там мамочке любимой купил букетик цветов и мамочку свою порадовать, это одно. Или любимый племянник, когда тебе дарят, маленький тоже букет цветов, это, конечно, дорогого стоит, естественно. А от мужа как бы цветы ты воспринимаешь как положняк, да, приятно, естественно, но в любом случае. Короче, в общем, Уралочка шла, ребят, я на нее посмотрела, в этом синем пальто ей было действительно хорошо, ей цвет этот идет, Уралочка, заметьте, тебя в кои-то веки похвалила, хотя нет, я и раньше ей что-то иногда что-то говорила, пока она меня не разозлила окончательно. Вот, я не злопамятная, но память у меня хорошая. Идет, ребят, в этом синем пальто, пыхтит вся, как эта утка переваливает со стороны в сторону, еле идет. Эти идут сзади, да, сарафан сзади, значит, позади идет, делает вид, что он вообще, типа, там, знаете, не с ней абсолютно. А она идет такая прям, ну, сейчас скажут, что, конечно, мы ей обзавидовались. Я вот думаю, вот, знаете, вот, когда вот она шла, переваливаясь из стороны в сторону, на самом-то деле еще молодая женщина, 53 года, да, вот неужели, вот как здесь можно сказать, что ей кто-то может позавидовать? Чему? Тому, что она как развалюха в своей 53? Тому, что она плюнула на себя, на свое здоровье и просто его прожирает? Ну, как можно позавидовать такой женщине, которая настолько себя запустила, что выглядит на все 70? Многие женщины в 70 и в 75 выглядят значительно лучше, да? Ну, в общем, ребят, сарафан напомнил, что ты, Олечка, не забывай, все-таки цветочки-то я тебе на цветочки-то потратился. Уралочка, интересно, какими подарками сарафан одаривает свою ту жену, от которой детей, которая ему детей нарожала? Вы знаете, я не думаю, что он эту жену балует, не думаю нисколько, потому что он сам по себе жмот, вот он такой прям прижинистый, он себя-то любит, себя он никогда не обидит, естественно, а вот на всех остальных ему, в принципе, по большому счету плевать, но в любом случае. Да, уралочки подарили доски, друзья мои, отделочные, что ж, поздравим ее с этим подарком, конечно же, и, надеюсь, все позавидовали, да, я сегодня сказала про мороженое, мне девочки написали, Галя, это у тебя голос сел от зависти, да, да, ребята, вы меня раскусили, мои хорошие. Ну и приколы, еще интересный момент, смотрят качели на дачу, ну они же там все смотрели, крышу на качель, да, там и так далее, и уралочка говорит, вот будет у нас Абдугани там спать летом на качеле. Круто, уралочка, а тебя, может быть, сразу в баню посадят в эту новую баню, да, которую вы уже там как раз-таки сделаете, да, и будешь ты спать в бане, чтобы ты там никому не мешала, храпела, и тебя никто не слышал. То есть Абдугани, значит, на улицу выгоняет, да, а сама мечтает остаться наедине с Сарафаном. Сарафан, Сарафан, пока не поздно, СОС, не покупайте никакие крыши на качеле и никакие новые качели. Уралочка хочет тебя, как говорится, это, да, того самого. Далее, далее зашли в магазин, ну, увидели все уже на Пасху, все вот эти красивые куличи там, и яйца, и зайчики такие шоколадные, да, вот все это вкусное, очень красивое и замечательное. Ну, и Абду увидел там яйца, яйца шоколадные. Она говорит, ну, яйца киндеровские, ты-то уже перерос, перерос. Уралочка, как интересно. То есть в 11 лет вот эти вот шарики в виде, да, мимимишек, он не перерос, то есть шариком идти, да, друзья мои, в руках, здоровому лбу 11-летнему, это нет, он не перерос, это в самый раз, представляете? И покупать ему пистолетик для 4-5-летнего возраста, это в самый раз. А вот шоколадное киндеровское яйцо съесть, это не-не-не, это уже не по возрасту, ребят, я просто валяюсь. Уралка, в таком случае можно сказать вам с сарафаном, что вам уже тоже не по возрасту и торты, и некоторые там финтифлюшки, которые вы себе приобретаете. А я считаю, что киндеровский шоколад вообще замечательный, очень вкусный, мне очень нравится, я тоже могу себе купить и спокойно съесть, да, там, если еду там куда-то, где-то что-то как-то, и знаю прекрасно, что он мне очень нравится, я его просто обожаю. В общем, зажали ребенку киндер-яйцо, друзья мои, да, поэтому такие вот жмоты, просто самые настоящие жлобы. Ну как можно, да, ну что такое там, ну 100 рублей стоит это яйцо, где-то там 100, где-то 120, я уже по 126 покупала, да, где-то там в более дешевых там магазинах, там по 80, по 90, ну дело не в этом, ну купи ты, ну что вы это ему покупаете часто? Нет, ну купите вы ему раз в пятилетку это яйцо, ну что с тебя убудит эти 100 рублей? Ну себе на жрачку никогда денег не зажмут, да? А вот пацану все время все жалко. А ты уже перерос, ты уже перерос. Уралочка, ты тоже переросла, чтобы тетка здоровая, здоровенная, вот эта тетя Гора в 53 года разговаривала, здравствуйте, мои дорогие, пятилетним голосом, голосом пятилетнего ребенка. Чего ж ты тут изображаешь? Чего ж ты тут пляшешь, как говорится, перед нами? Ну себя-то нет, себя-то мы не замечаем. А вот пацану даже киндеровского яйца пожалели. Ребят, продолжение следует. Это не до конца мы с вами обсудили, но вы поняли все прекрасно. Всех целую, обнимаю. Всем до встречи, всем пока.